Вопрос называется, так зрительница Катерина его назвала, 500 гривен. Добрый вечер. Чи извертал Дмитрий Ильич увагу на свою схожесть с портретом сковороды на 500-гривневой купюре? Реинкарнация? Я попросил, чтобы приготовили эту купюру, просто изображение сковороды на ней. Покажите, пожалуйста, можем сравнить Дмитрия Ильича и Григория сковороды? Есть что-то? Ну, я бы не сказал прям сходство большое. Ну, так что-то есть. Я с большим пиететом, кстати, отношусь не к купюре 500 гривен, а к фигуре Григория Савича сковороды. Я его считаю выдающимся украинцем, одними из самых выдающихся украинцев. И что интересно, мы вспоминали Евгения Евтушенко. Предисловие к одной из книг. Я попросил Евгения Александровича, напишите, пожалуйста, предисловие. У меня книга выходила. И он мне прислал предисловие и стихи. Он написал стихи, которые он посвятил великому украинцу Григорию Сковороде. Он так и сказал. Они начинались, я помню, был нелюдим Сковорода Григорий, был грустный опыт, у него немал. Он поделился мыслью какой-то горькой, что мир ловил его, но не поймал. И очень хорошие стихи написал Евгений Александрович, посвятил Григорию Сковороде как символу Украины. Мир ловил, но не поймал. И я надеюсь, сколько не будет мир ловить Украину, особенно русский мир, он ее все равно не поймает. Памятник Сковороде стоит в Киеве на Контрактовой площади. На Подоле, да. На Подоле, да. Все, кто знает, кто любит Киев, обязательно знают памятник Сковороде. А чуть дальше Самсон, разрывающий пасть льву, всегда... Вот я не знаю, Дмитрий Ильич, что вы скажете? Вот я почему-то вспомнил про этот фонтан, там же вода течет. Он как-то был комичным, этот Самсон, потому что лев был размером с собаку, ну, пропорционально. И вот он как-то в расцветке всегда, когда его реставрировали, его странно как-то окрашили в какие-то нелепые цвета. Вот как-то вот, ну, странный монумент, что скажете о нем. И рядом с ним комплекс торговый дом, вот этот, который, или белые здания, вот как по-разному, видите, ну, в народе уже начали называть. Вечный недостой, потому что его на... ну, в мире бы, наверное, уже открыли давно. Потому что такое достояние контрактовой торговой площади, где вот происходили торги, договоренности, подписывались бумаги, векселя и так далее, он бы стал бы достопримечательностью любого, там, города, как историческое... Почему так? Он стал в результате памятником коррупции, я считаю. Потому что у него были хозяева. Хозяева были. Они его купили в частную собственность. Потом появились так называемые активисты. А кто такие активисты, как правило? Во всяком случае, в мою бытность депутатам Киевсовета. Это уроды, которые хотели просто грабить застройщиков. Брать с них деньги. Мне застройщики жаловались. Приходят люди, говорят, мы активисты, дайте нам 50 тысяч долларов. За что? За то, чтобы вы тут строили, чтобы мы вам не мешали. Ну вот что, 50 тысяч долларов, да. Пошли вы к чертовой матери. Ну хорошо. И начинается. Сносят заборы, бьют охрану, кричат в прессе и так далее. Застройщик уже смотрит. Мне рассказывало несколько человек. Мы говорим, да черт с вами. Найте вам 50 тысяч. Нет, уже 100. Мы же потратились. Вы нас послали. Нехорошо получается. А то будем дальше. И люди давали по 100 тысяч. Вот такие активисты. Вот так же и с этим домом на контрактовой площади, зданием, мощным зданием. Ну вот что делать? Это так. Нет правил игры. А должны были бы уже давно появиться.